Привет, друзья! Вот я уже в Брянске на месте фестиваля. Тут проходит фестиваль «Брянский мамонт». Я недавно сюда приехал, меня таксист подвез от станции ЖД до этого села Хотелёво. Тут за 700 рублей меня подкинули, буквально на руках донесли. Таксист очень добрый попался. Андрей зовут. Очень хороший дядька, он мне про город всё рассказал. Тут, оказывается, очень много всего интересного. В основном о Брянске рассказывал. И тут Дядьково, значит, есть рядом поблизости. И там выставка хрусталя. Музей хрусталя самый большой в Европе, номер один. И призы, вот эти хрустальные перчатки, хрустальные коньки, это всё здесь производилось, на этом заводе. То есть не на этом заводе, а здесь делалось и выставлялось. Рядом же находится церковь с хрустальным иконостасом. Рядом же площадь и там крест хрустальный. В общем, очень интересный город. Тут много всего интересного. А вот сейчас вот мы в лес, когда заехали, тут лес кругом можно посмотреть. Значит, поле. Вот, прям сразу я уже Аиста встретил. Он так вообще прям не боится. Возле машины стоял, поглядывал. Ну и вообще тут атмосфера очень классная. Вот, пожил бы тут с удовольствием. Таксист сказал ещё, что тут жильё самое дешёвое по всей России. Ну, конечно, можно с этим поспорить, но тем не менее, тут от 24 тысяч за квадрат до 32. 32 тысячи – это вообще полный люкс. Чё хочешь, бассейны, детские садики, магазины – всё есть. Вот, так что, ну, очень хорошее впечатление. Я тут первый раз. Вот, и классно, что рядом тут и Украина, и Беларусь. Значит, я заметил у таксиста какие-то сигареты такие крутые в виде зебры. То есть, я такую пачку никогда не видел в России и в Украине не видел. Он говорит, да, это, говорит, вот с Беларуси тянут, там, без акциза, без ничего. 44 рубля стоит пачка. И, значит, если блок берёшь, то 35. Это я, значит, ну, не для рекламы сигарет, а просто для сопоставления цен, говорю. То есть, рекламировать сигареты не хочу, конечно, но цены, просто цены. 22 рубля я купил замечательное мороженое в стаканчике, очень вкусное. Я сразу два съел. Вот. Так что, довольно-таки неплохо здесь. Вот. Если что-то ещё вспомню, скажу. Вопросы можете писать в комментариях. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.